Османбек, перед боями, которых очень сильно ждут, обычно получается, чем выше ожидания, тем хуже бой. Оправдал ли этот бой твои ожидания? Увидел ли ты в нем то, что хотел увидеть? По степени интереса, по степени напряженности раунды, знаешь, буквально пролетали, как будто ты не замечал, что происходит. Но, естественно, я как-то ждал, наверное, большего по экшену, возможно, ждал нокдауны, возможно, ждал больше чистых ударов нанесенных. Напряжение было действительно очень серьезное, я чувствовал, что масштаб боя большой, но все-таки не хватало, знаешь, больше выброшенных, акцентированных ударов в каких-то опасных ситуациях, что ли. Но, возможно, мы просто изначально как-то ожидания выстроили максимально, когда они увидели того, что ждали. Возможно, в этом плане. Мне кажется, нужно переварить то, что произошло. Два-три дня пройдет, и мы поймем. И, может быть, даже больше нам понадобится, чтобы осознать ценность данного боя, чтобы понять, что он был по-своему хорош. Так что, в любом случае, очевидно, что это очень серьезное событие, серьезный бой, конкурентный, с определенной интригой, естественно. Поэтому, в целом, да, оправдались. Перед боем говорили про один сценарий, по сути. Петербеев давит, выбрасывает удары, пытается поймать. Бивол отступает, работая вторым номером, пытается контратаковать. Этот ли был сценарий в бою? Ну, в любом случае, мы должны понимать, что Петербеев выходить из олимпийского бокса и два олимпийских цикла был лидером. Не может быть такого, чтобы он не умел боксировать. Он боксирует, и он доказал это в данном противостоянии. По теме тоже он может тяжело ударить, и были моменты, где он акцентированно попадал. Но все-таки тоннажа, конечно, ему не хватило. В целом, наверное, да, потому что эта агрессия, эффект накопления от удара пропущенных, они сковали Диму. Кто бы что ни говорил, даже через блок удары Артура были чувствительными. И получается, агрессия и сила удара Петербеева, они были ключевыми в этом компоненте, его кондиции. Дима был более искусственным, да, более красивой комбинации выбрасывал, действовал более разнообразно. В принципе, все ожидалось, за исключением того, что Дима не упал и по очкам выиграл Артур. А так, если мы внимательно посмотрим, да, мощь Артура, агрессия решили. Вот, и Дима тоже был, скажем так, как боксер. Искуснее, разнообразнее, но это не взяло вверх сегодня, вчера. Ну, главная тема, понятно, судейское решение. Какой у тебя счет по раунду? Ну, сразу после боя я думал, что 6-6 по раундам. И я думал, дадут победу Пиволу, потому что по ощущениям, как будто бы, ну, по моим ощущениям, ставка делалась на него. Он более молодой, более перспективный. С его участием можно больше противостояния организовать. Возможно, тот же реванш с Канелло, потом переход, первый тяжелый вес, бой с Апитайей. Ну, то же самое с Артура можно сделать, понятно. Но как будто бы больше времени в запасе у Бивола. И на него делалась определенная ставка, по моим ощущениям. Иначе как объяснить то, что Артур первым выходил в ринг? Обладатель трех поясов против обладателя одного пояса выходит первым в ринг. Понимаешь? Ну, Артура, я об этом говорил и ранее, часто задвигали. Он очень недооцененный боксер. И как будто бы он вызывает определенное отторжение у организаторов. Тот же Эдди Херен, да даже тот же Боб Аром, который является, промоутером Артура, было время, когда откровенно делал ставку на гвоздика. Ну, также представителя своей промоутерской компании. Как будто бы, знаешь, Артура задвигают. 6-6 у меня получилось, но я думал, что отдадут Биволу из-за вышеперечисленных моментов. Но, знаешь, если так посудить, если быть непредвзятыми и чисто на ту же статистику полагаться, комп-бокс это серьезная, да, такая система, на которую часто боксеры ссылаются. Мы видели давление от Артура и большинство ударов приходилось блок. Но удары блок тоже разные бывают. Они где-то прошивают блок, они являются силовыми и так далее. И поэтому по общему количеству ударов выброшенных Дима превзошел Артура на 5 ударов. Но по силовым ударам Артур превзошел Диму на 6 ударов. По раундам Артур забрал 6 раундов по количеству ударов, проиграл в 5 и в одном было равное количество. То есть все это сопоставимо. Понял, да? 6-6 или 7-5. И вот сейчас, изучив и эту статистику, и глянув бой, я так и полагаю, что очень важно было, как считали в середине боя, в раундах, где вроде бы Дима, знаешь, как-то переигрывал, а потом Артур откровенно зажимал у каната, проводил свои комбинации, был агрессором, продавливал концовки. И как такие раунды считали? Вот если их считали так, как, к примеру, я считал, это 7-5 в пользу Петерпиева. При прочих раундах, при прочих, скажем так, спорных моментах, если все отдавать Диме, это 6-6 по моим подсчетам. Но в лучшем случае для Вивола это ничья, в моем понимании, в лучшем случае. Об этом говорит и статистика. И плюс мы должны понимать одно, в профессиональном боксе силовые удары и агрессия при прочих раундах ценится выше, больше. Дима, как будто, знаешь, да, был техничнее, да, было разнообразнее, но он очень много времени, скажем так, действовал вторым номером, выбрасывая навстречу что-то. Но его ударом не хватало до ножа. И они не стопорили абсолютно Артура Петерпиева. А когда Артур бил, то есть Дима постоянно уходил от него. То есть, понимаешь, эта агрессия, она тоже идет в расчет. В профессиональном боксе так и будет. Поэтому при прочих раундах, я считаю, что победу отдали Артуру заслуженно. Это был равный бой. Но если бы эту победу отдали бы Диме, также были бы споры, также были бы недовольными. Но если абстракироваться от всех эмоций, если абстракироваться от всех мнений, скажем так, субъективных, у нас есть статистика. И она говорит, что минимум в 6 раундах выиграл Петерпиев. И я, в принципе, этой статистике доверяю и ей, скажем так, ее и придерживаюсь. В худшем случае для Петерпиева ничья, в лучшем случае 7-5 по раундам. Ну, конечно, 116-112 это тот счет, который не отображает того, что происходило в ринге, потому что в целом бой был кость в кость. И поэтому единственное меня удивило то, как откровенно отдал три раунда Пивол последние. И на карточках всех судей эти три раунда были зафиксированы в пользу Артура. И когда тренер Машьянов, тренер Пивола говорит о том, что после девятого раунда бой был уже, в принципе, сделан и так далее, я с этим не согласен. Для того, чтобы бой был сделан после девятого раунда, счет должен был быть 7-2 в пользу Пивола, чтобы он мог отдать последние три раунда. А 7-2 точно не было после девяти раундов. Понимаешь? В лучшем случае это было 6-3, а по моим подсчетам 5-4 в пользу Пивола. Но последние три раунда забрал Петерпиев и 7-5 в пользу Артура. Знаешь, много разговоров сейчас ведут, и по моим ощущениям люди основываются своими личными симпатиями. А мне кажется, все-таки нужно на сухую статистику посмотреть, потому что через телеэкран мы тоже не могли видеть, как эти удары ложатся в цель. И когда люди говорят, что Артур бил блок, ну, ребята, можно пробивать через руки. Если человек закрывается, значит, он смиряется с тем, что он загнал угол и принимает на себя удары. Эти удары были довольно тяжелыми. При этом у Димы было преимущество в скорости. У него очень хорошая передняя левая рука, быстрая была. Он прямо на опережение Артура встречал где-то. И справа в оттяжке добавлял. Особенно в начале боя это чувствовалось. Дима, конечно, очень хороший боксер. И в целом он провел очень крутой поединок. Я очень рад, что Дима не оказался в нокауте в этом бою. Он заслужил, чтобы пройти всю дистанцию. И оба боксера заслужили, чтобы провести такой бой и получить самые лучшие отклики. Про три последних раунда. У тебя нет ощущения, что угол Бивола немного просчитался? То есть, по моим ощущениям, они решили, что они выигрывают? Я же говорю, Машьянов сказал, что после девятого раунда бой был сделан. Но, возможно, в голове у него, у тренерского штаба и у тех, кто был в углу. Но как бой мог быть сделан, если это противостояние шло кость-в-кость? Я согласен, что Дима был чуть-чуть впереди. 5-4 по моим подсчетам. Но пусть это будет 6-3 по раундам. Это, ну, если прям все отдавать спорной Диме. Но не 7-2, чтобы ты мог себя чувствовать безопасно. Да и даже если бы было 7-2, как ты можешь себя чувствовать безопасно и просто отбегаться, когда там любой условный нокдаун 10-8 счет сделает. И ты уже будешь вынужден что-то предпринимать. Очень ошибочно и тактически, я думаю, просчитались в углу Бивола. Ну и плюс нужно понимать, что и сам Бивол тоже уже понахватался ударом к тому времени. И знаешь, все равно этот эффект накопления, он тоже играет роль. Инстинкт самосохранения. Ты просто не хочешь обострять и не хочешь пропускать эти удары снова и снова. И ты просто бегаешь и рассчитываешь на то, что ты выиграешь. Но это был очевидный просчет команды Бивола. Вот читая интервью Битербиева, я в принципе понимаю, что статус абсолютного чемпиона мира – это вот цель всей его карьеры. И вот ему 39, он к ней пришел. Что ему делать дальше? Есть ли ему смысл с кем-то еще драться? Я считаю, что большего Артур не приобретет дальше, кроме денег, естественно. Гонорары будут расти с каждым боем, но потерять можно многое. Поэтому, будь моя воля, я бы, конечно, посоветовал Артуру завершить карьеру здесь и сейчас. Провести реванш с Димой или же завершить карьеру. Я думаю, что если уйдет сейчас Артур, многие будут говорить, вот там избежал боя с Биволом и так далее. Если останется, победит, поставит точку и уйдет, это будет идеально. Или же если уйдет сейчас сразу, потому что Артур не молодеет, все-таки возраст и на нем сказывается. И в скорости принятия решений, все-таки вот не было того запаса прочности, который был в том же поединке против Гвоздика, да, 5 лет назад. Это была более свежая, молодая, агрессивная версия Артура. И ты заметил, в трех раундах последних, когда Бивол или отдал, или вынужден был отдать пространство, насколько Артур прессинговал, насколько он прессовал своего соперника, просто не давая продохнуть. И в конце Дима уже начал бороться, в ноги бросаться, понимаешь? Это, ну, он уже не знал, куда себя деть. Это давление, эти удары. Если бы Артур мог бы действовать на протяжении всего поединка таким образом, я думаю, сейчас у нас с вами никакого спорного мнения или чего-то не возникало бы. Вот в том-то и дело, что на протяжении всего поединка, вот как раньше, Артур, видимо, уже не мог действовать. По крайней мере, мне так показалось, потому что вот это давление, давление, выброшенный удар. И больше, конечно, ударов по этажам я ждал от Артура. Не чисто в голову через блок, а через корпус раскрывать. И, к сожалению, Артур это делал, но не так часто, как требовалось. Даже мы когда сидели, смотрели, Али Петуреев говорил, Артур, ну, как будто Дима уже принял роль того, что ты атакуешь. Но нужно раскрывать его по-другому, через корпус. Более, знаешь, разнообразно работать. Тем более, что Артур может, и он работал местами. Но, опять же, не знаю, в чем причина, самим боксером лучше знать. Но, конечно, уже кондиции не те. Возраст, возраст настигает уже. Последний вопрос. Я, по-моему, трижды записывал Бетербиева. И что мне запомнилось? Это такой неожиданный юмор. То есть он может пошутить в каких-то местах неожиданных. И так ты даже иногда не понимаешь, шутка это или не шутка. Расскажи, что тебе запомнилось из общения с Бетербиевым? У меня с Артуром было много интервью, на самом деле. И мне запомнилось то, что у Артура есть свое мнение. И он не идет на поводу ни у кого. То есть у него есть свой стиль общения, свой юмор. Он кому-то нравится, кому-то не нравится. Кто-то называет его высокомерным, кто-то нет. А я смотрю на это так. Парень максимально в себе уверен. У него есть своя позиция. И он, скажем так, зачастую уходит от вопросов. Но уходит от них не потому, что ему нечем ответить. А потому, что он предпочитает общаться именно таким образом. Ни конкретно, ни категорично. Так что, ну, в бою увидим. Был ли Лима твой лучший соперник? В бою узнаем. Был ли Гвоздик твой самый сложный оппонент? Ну, не знаю. Потому что мы же не знаем, что нас впереди ждет. Вот такая манера общения, она раздражает некоторых. И тот же Эдди Хирн постоянно об этом говорил. Ну, и сам Эдди раздражает Артура. Потому что этот парень давно хочет и желает поражения Петербееву. Он являлся организатором одного поединка Артура. И, видимо, после того, как Артур ушел, определенная неприязнь у него возникла. На самом деле, вот видно было, что у него прямо что-то личное есть к Петербееву. Ну, и оно взаимно, как я понял. Поэтому Артур многих раздражает. Кто-то называет его высокомерным и так далее. Но я вижу в этом парне, знаешь, уверенного в себе простого человека. Вот и все. И я планирую записать всем интервью, когда он вернется на родину, подкаст. Я думаю, сейчас он раскроется больше. И я хочу, чтобы он ответил более категорично, точно. И по бою, и по отношению к Хирну, и в целом по команде. И по мнению турки Аш-Аль-Шейха, который сказал, что считает, что Бибол выиграл. Ну, это его мнение, да, он может считать. Но кем является турки Аш-Аль-Шейх? Это парень с ручищами тоньше, чем прути. И человек, который никогда не боксировал и не является экспертом. У него есть деньги, ну и все, как бы. Да, там большинство склоняются к победе Бибола. Но я считаю, что, знаешь, это больше национальный признак. И признак того, что просто им больше нравится Дима, и Дима ближе для них. Вот и все. А если мы, опять же, отбросим в сторону все эти факторы, и посмотрим на бой по статистике, пересмотрим его, и будем считать удары, которые доходили до цели, и которые где-то прошивали блок, а не только те, которые вроде визуально были чище, но не такими тяжелыми. Тогда мы поймем, что это был, скажем так, бой, в котором победу могли и отдали Артуру Бетербееву. Ну или, скажем так, максимум ничья для Бибола, и дальше реванш. Такой сценарий тоже был бы нормальным. Но говорить о граббе ли там шейхи, это где-то. Так, главный шейх сам высказывается против этого решения. Или сказать, что там угол, в котором находился Рамзан Ахматович, повлиял на решение. Рамзан Ахматович может придать уверенность Артуру и всем, кто выступает, но он не заполняет судейские карточки. Понимаешь? То есть люди уже придумывают все, что только угодно. Это все всегда есть, было и будет. И это исходит из личного отношения. И всю карьеру Артура принижали, задвигали. Даже то, что он первым выходил в ринг, кажется, такая мелочь вроде бы. Но это показывает отношения. Так же было и в бою со Смитом. Так же было и в бою с Гвоздиком. И многие ошиблись и сказали, что Артур впервые андердог. Нет, он не впервые андердог. Он был андердогом и в бою с Гвоздиком. И тогда он по очкам проигрывал на момент остановки боя. Хотя, по логике, он должен был выигрывать. Многие недооценивают этого парня. Но я думаю, ему все равно. Кто что думает, высказывается Ковалев или кто-либо другой, или Машьянов, или кто-либо другой чью-то пользу. Или высказывается, кто Тедди Атлас сказал 7-5, пользуй Петербееву. Я с ним согласен. Поэтому подняли руку тому, кому подняли. Я не думаю, что туда проникла какая-то политика или что-то. Тем более, что по всей логике Дима Бивол был нужнее, как победитель в этом противостоянии организатора. Поэтому тут нет никакой логики в том, что говорят люди. Просто нужно признать, что подняли руку тому, кому подняли. Да, если есть какая-то аналитика, сказал, согласиться или не согласиться. Но вот это предвзятое отношение, оно, конечно, очень, знаешь, расстраивает. В конце концов, в ринге двое россиян встречались. Один уступает сейчас за Канаду, другой пытался за Кыргызстан. И в целом родился в Кыргызстане. Вот, такие дела.